всем привет привет всем зрителям моего канала моим родным моим близким моим друзьям моим знакомым и случайно тем кто здесь сейчас меня видит немножко такое недомогание у меня слабость непонятно что мы сегодня кушаем я пожарила котлет несет картошечка риса взяла себе маленько и также вот рис сделала с водой по юмори этот я сделала для сами но не знаю вести или нет ну давайте начнем сейчас по традиции глотану сок пошли последний этот смотрела ролик и сейчас был такой все мое лицо такое черное это вот из-за того что лампа наверху и тень сегодня будет то же самое потому что вот мы купили лампу вот туда повешали но не вот такой вот купили как она называется лет лампа или как они там но ее не подключили кабель купили чтобы ее подключить но что такой настенной лампы не нашли нормальный но вот не сегодня завтра сделаем так что следующий раз нормально будет такой ты не знаю соклетки делала пожарила целую сковородку пока взяла две даже не знаю съем я эти две или нет котлетки хорошие сочные все хорошо но по нашим меркам как мы кушаем слегка слегка пересадила все таки предпочитаю все как я Яйцо добавила, всякие приправы, лука побольше и чеснока. Всё. Не стала ни картошку добавлять, ни хлеба. Всё это лишнее. Вкусы не даёт, а только объём. Единственное, что в сухарях поболяла и пожарила. Кусочек попробовала, оказалось пересол, а сейчас попробую, нормально. Нет пересола. Нормально. Наверное, потому что поздно ложимся спать. Ночами не спим. Оргонично тяжёлым. А сегодня кровь из носа, а я вообще лечь. Оргон taken. Ч Moscат не открываешь, и пересола. У ooh three три, вы гарнир. Так какasu. Чтоб мы не можем. Дальше. Таким милым запасным. Здесь всё еще раз aperце. Крут decentral – wish�. Ммм, тоже вкусная. Я буквально 4 картошки сварила, поставила варить. А потом ничего не добавляю кроме масла, картошка вкусная и пуре вкусная. Правда воду сливаю не полностью, а прям много воды оставляю. Масло туда растолкуем, такое мягкое, мягкое вкусное пуре, ни молока, ничего не надо. Ммм, хорошо. Сварила уже давно, а так 6 часов. Сварила и ждала. Муж уехал какую-то запчасть покупать, чтоб лампу сделать. Как уехал-то это всё, ждала-ждала, чтобы как-бы вместе кушать, сесть. Думаю, пока он приедет, всё остынет. Думаю, ладно, пока его нету, сделаю ему бант. А он, если что-то ищет, может только в браку заехать, то ещё куда-нибудь и там посидеть. Канада, двенадцать, как же, не кожито. До мною котлеты не ела, раньше я помоложе была, я их так любила, я их делала, каждый день на каждый день. Хорошо, что-то часто делала, у меня как-то это всегда вкусно получается, а это вот из-за проблем с желчным. Практически котлеты не делала. Сейчас сделала, давно не делала. Вкусно. Котлеты будут вкусные, если они будут сочные. Обязательно сочные надо. Раньше я добавляла, ну, такой рецепт где-то мечтала. Ложечку майонеза, когда делаешь котлетный фарш. Лука побольше, чеснока, специи, одно яйцо, я смотрю, фарш такой жиденький, ну, всё думаю, нормально будет. А вот если всё равно получается фарш, ну, чувствуется, что суховатый, тогда надо чуть-чуть водички налить, и тогда всё равно котлеты тоже будут сочные. Вкус котлет, вот, отделяется сочностью. То есть у сочной котлеты, они будут вкусно. Ну, так же я, у меня сковородка такая, хорошая, качественная сковородка, эферовская, я с двух сторон на медленном огне прожаривала. Хорошо пожарились, посмотрите. Ну, съела две штуки. Ну, всё, сегодня пораньше буду ложиться. Ну, не сейчас, конечно, но часиков одиннадцать-двенадцать надо. Ну, я в молодости могла, всю ночь не спать, а лучше на работу. У меня в молодости иногда было такое, вот я бы не могу уснуть. Потому что мне, конечно, всё-таки беспокоюсь о чём-то. Дети маленькие были, постоянно переживала за них. Ну, что там, всяко-разно. Особенно помню, покоя у меня не было, когда у нас в Уске-Назборске. Вот в каком году точно не помню. Ну, где-то, наверное, в 1989 году, или, может быть, в 80, ну, вот в этих годах, в конце 80-х, произошло за Казахстанской землетрясение, а мы в Уске-Назборске жили на пятом этаже. Вот мне покоя не было. На работе сижу, а за детей боюсь. Потому что нас так тряхануло. В эпицентре шесть баллов было, а у нас где-то около четырёх. Так мы с пятого этажа жили на пятом этаже. Летели. Ну, там я детей переживала. На работе сижу, думаю, я на работе. Ну, даже, прям, им постоянно предупреждала, чтобы дома не сидели, чтобы на улице. Такая беспокойная была. Поэтому я в доля бы уснуть не могу всего. Вот беспокоюсь почему-то за что-то. А у нас вечные переезды. Ох! Не жили на одном месте. Столько переездов у нас было. Ох! Я думаю, что мы на гости там. Сколько раз мы приезжали. Кажется, муж приехал. Ой. Вот. Вот. Съела две котлетки. Хе-хе-хе. То, что мне назначено, съела. Костушку сейчас сдаём. Всё. Какой быстрый мукбак получился. У меня наелась. Могла ещё котлеты взять, но не стала брать. Ну, было уже как-то какое-то недомогание. Всё. Всем пока-пока. Всем удачи. Всем здоровья. До свидания. До скорых встреч.